В общем и целом, можно сказать, что российский венчурный рынок устоял. Несмотря на самые пессимистические ожидания со стороны аналитиков, рынок показал незначительное снижение своих основных показателей. И если учитывать фактор сильной девальвации рубля, рынок просел действительно незначительно. Кроме этого, есть некие позитивные тренды, которые тоже хочется отметить. В прошлом году впервые в структуре рынка начали заметно выделяться проекты в области биотеха, фармацевтики и промышленной проекты. И с точки зрения общего объема сделок они составили 15%. Что является действительно очень хорошим трендом, который мы надеемся, «Да, мы надеемся, он будет развиваться дальше». Большинство из этих сделок были сделаны фондами с участием РВК. И в этом смысле можно сказать, что государство играло компенсирующую роль в тяжелый кризисный год. И в общем это тоже здорово, потому что означает, что есть достаточно хорошая здоровая активность со стороны частных фондов. Фонды действительно продолжали свою работу, продолжали инвестировать. И государство, как это полагается, играло только компенсирующую роль, то есть корректировало те проблемы в развитии рынка, которые являются наиболее актуальными. Структура российского венчанного рынка, как это принято говорить, дисбалансирована, не очень сбалансирована. 90% сделок традиционно делается в сектор, который мы называем IT. Хотя на самом деле это большое количество всевозможных направлений. Это электронная коммерция, это игры, это всевозможные платформы для электронного обучения. Это то, что называется Internet of Things, это всевозможные решения для сферы туризма и так далее. Этот сегмент на самом деле лидирует в статистике венчурного рынка большинства стран мира. Из положительных моментов, которые хочется отметить, в России стали развиваться сегменты, как я уже сказала, биотехнологические, фармацевтические и промышленные проекты. Это, наверное, является следствием того, что, во-первых, в России появилось большое количество венчурных инвесторов, которые специализируются на этих сегментах. Это с одной стороны. С другой стороны, растет количество качественных проектов, в которые инвесторы могут проинвестировать. Поэтому два этих тренда встретились и, собственно, повлияли на ту статистику по венчурному рынку, которую мы наблюдаем. Кроме этого, конечно же, большое влияние на эти тренды оказывают обсуждаемые в России тренды к импортозамещению. И российские венчурные инвесторы, конечно, пытаются уловить такие актуальные тенденции и пытаются инвестировать действительно в те проекты, которые будут востребованы крупными российскими компаниями и позволят, собственно, решить вот эти вот проблемы. Прогнозировать очень сложно, можно только надеяться. Действительно, венчурный рынок имеет свои циклы развития. И если говорить просто цикл развития российского венчурного рынка, большинство российских венчурных фондов, которые создавались 5-7 лет назад, сейчас подходят как раз к тому этапу, когда они должны совершать экзиты, так называемые экзиты, продавать свои компании инвесторам в следующих стадиях, либо стратегическим инвесторам. Вот поэтому тут законы эволюции рынка отменить очень сложно. Поэтому надеемся, что такие выходы будут происходить. И будем надеяться, что они будут происходить в России. С учетом стоимости рубля российские проекты привлекательны, как никогда. Но, как мы знаем и наблюдаем это из статистики, международные инвесторы в прошлом году инвестировали менее охотно, чем они это делали раньше. Но это, безусловно, оказывает влияние макроэкономические тренды, политическая ситуация. Вот, поэтому вопрос очень противоречивый. С одной стороны, да, было бы здорово, если бы такие сделки случались, потому что сейчас это делать действительно выгодно. Вот, с другой стороны, мы являемся частью большой экономики, поэтому наблюдаем, собственно, последствия развития всей большой вот этой ситуации, макроэкономической, на венчурном рынке. С точки зрения финансовых инструментов РВК является фондом фондов. То есть мы создаем венчурные фонды совместно с частными структурами и стараемся их создавать в тех направлениях, где частные инвесторы работают не очень активно, потому что они либо не очень пока интересны, или они не умеют пока работать в этих сегментах, потому что очень важно, чтобы венчурные инвесторы, есть такое понятие, как smart capital, а умные деньги. То есть недостаточно просто инвестировать в технологические проекты. Было бы здорово, если бы венчурные инвесторы предлагали проектам еще и какие-то возможности по их развитию, связи, всевозможные ресурсы. Вот, поэтому в России, наверное, есть сегменты, в которых компетенция инвесторов, экспертиза инвесторов пока недостаточно. Поэтому в этих секторах мы стараемся создавать новые инвестиционные инструменты, новые венчурные фонды. Вот, если говорить про наши программы развития, по-прежнему актуальной является тема, так называемым, пайплайном проектов, то есть с качеством проектов, в которые могли бы инвестировать российские венчурные инвесторы. Поэтому мы, как институт развития, с этим активно работаем, поддерживаем всевозможные стартап-школы, аксессуационные программы для того, чтобы в России появлялись интересные проекты не только в интернет-сегменте. Кроме того, мы помогаем развиваться небольшим сообществом бизнес-ангелов для того, чтобы проекты поддерживались на ранних стадиях, где сейчас наиболее активно работают всевозможные грантовые организации, фонд содействия, фонд Сколково. А мы заинтересованы в том, чтобы здесь появлялись еще и частные инвесторы, которые, соответственно, будут тоже привносить в эти проекты не только деньги, но еще и свою экспертизу. И, кроме этого, у нас есть программы, направленные на то, чтобы привлекать на рынок корпорации в качестве стратегических инвесторов, и, собственно, много образовательных программ, индивидуально работать с корпорацией для того, чтобы их вовлекать в инновационную экономику.